Мы уже побывали на севере Китая. Были в деревне, посетили столицу, заглянули в русский город Харбин. Ну а потом перелетели в среднюю часть, где в древнем и некогда самом большом городе мира погуляли по колоритным улочкам, пожили в деревне и заглянули к терракотовой армии. Ну а теперь летим на юг. Мы почти на юге. Лидзянь. Это наш автобус до города. А Саня подарил цветы. Песна, ага. Мы в провинции Юньнань едем в город Лидзян. Это древний город, через него проходил шелковый путь, и здесь же проходила дорога, по которой возили чай. Лидзянь это красивая природа, уникальная архитектура и история. Саня с Юлей здесь уже были, но им так понравилось, что они захотели приехать еще раз. Вы, наверное, знаете, что в Китае существует несколько диалектов языка, и люди, говорящие на разных диалектах, могут вообще не понимать друг друга. Вот в этом регионе еще необычнее. У них собственные иероглифы, которые нигде больше не используются. В общем, красивое, интересное и необычное место. Юля с этим букетом мучается уже все утро. По приезду сюда я хотел выкинуть куртку, ну или отправить в Гуанчжоу жене, и сменить обувь. Но пока это желание у меня пропало. Не жарко, не юг. Ну, я думал, наш, а он не наш, а он 16-й. Вот он, какой-нибудь, короче. Не дождались автобуса, едем на такси. Будем жить прямо в старом городе. На самом деле, это небольшая деревня, занесенная в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. Саня очень много по пути рассказывал про это место, но я как-то не понимаю, как древний город-музей можно превратить в туристическую зону с барами, ресторанами и отелями. Ну, очень интересно это посмотреть, надеюсь, вам тоже. Сейчас все узнаем. Перед нами типичная китайская арка входа в район. Блин, ну как же тут прикольно, как будто в какую-то сказку попали. Вот это наш отель. О, нифига у вас номер для новобрачных. Ну. Круглая кровать, розовый унитаз, розовая ванна. Рыбки плавают вот там вижу в рукомойнике. Обалдеть. Сушилка одежда или чистка паром? Чистка паром. Ну, прям вообще шик. Ух, а я, наверное, на лавочке заночую. Лимит денег на это путешествие у меня исчерпан. Денис можно здесь. Да ну, что я вас смущать буду, когда вы будете на круглой койке с цветами. Как вид с балкончика. Слушайте, серьезно, вот здесь вот можно так лечь. Может, даже и не выгонят. Ну, это все стилизация. Это новое здание. Ну, и ладно, задумывайте. Ну, красиво, да, мне нравится. Прям, я бы даже сказал, очень нравится. Юрий говорит, там есть свободные комнаты. Зайдите, посмотрите. Они все по-разному стилизованные. Вот в прошлом году мы в этой комнате. Вот в этой? Да. Ну, новое покруче у вас. По-симпатяре, с круглой кроватью. А тут просто квадратные кровати. Меня вот это место прикалывает. Чайный стол. Чайный стол, да. Чайная кровать. Я смотрела, сын, одени. Сколько? Вот здесь. 151, Юань. Вот в этом номере? Да. Давай сразу возьмем. Сейчас хорошо, когда вот это, межсезонье. Людей мало. Все открыто, все есть, все работает. Но людей не так много. Просто здесь, когда сезон, здесь просто не протолкнуться. Особенно под вечер. Сейчас еще днем более-менее посвободнее. Вечером здесь будет полная, все улицы забиты людьми, пешеходами. Кое-как не пройти, не проехать. Посмотрим. Но я не удивлен, что здесь много народу, потому что стилизовано все под средневековый Китай. И цены вполне приемлемы по сравнению с тем же самым Пекином, где мы жили в хостеле по 80, грубо, юаней, да. Кое-какое место здесь, большой номер за 150-170 на двоих. Мы ничего кроме бургера с кукурузой сегодня не ели, поэтому есть, идем есть, как всегда есть. Здесь есть, что поесть, и есть, что-ли покурить, и выпить, и все ведь. Отлично. Ой, какая собачка. Мы здесь были в прошлом году, нам здесь так понравилось, что мы решили вернуться. Вот она у нас не была камерой, не могу вам показать, как красиво. Надеюсь, сейчас мы попробуем, спасибо, надеюсь, вам тоже понравится. Смотрите, здесь даже мусорки стилизованные. Разъедутся, не разъедутся. Хочу что-нибудь посерьезней поесть тут есть? Конечно. Знаете, я не хочу ничего говорить, хочу, чтобы вы погрузились в эту атмосферу вместе с нами. Слушаем звуки улицы. Мясо яка, долгого хранения. Здесь много вкусненького. Очень крупная птица, картофель, кожа рыбы, клешни, ну вот наконец-то что-то более-менее съедобное пошло. Фиш, червячки, баклажан, лапша, 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 лапша. Ух ты, это наверное вкусно, это же наш хворост. Колбаса, кровяная, только риса больше чем крови, яйца, в грибах, целая, буду, буду, сколько целая ребро. Как всегда, сначала обходим все, находим самое аппетитное, а потом покупаем. Да, мы хотим попробовать вот такой вот блин. Я выбрал себе свининку. Говядина, говядина. Да, вот это вот пойдет. Да, окей. Почти килограмм, 87 юаней за ребро. Да вообще, это как полдня в гостинице прожить. Ну, один раз живем, надо попробовать. Немножко. Средний остроте. Лепешка называется Баба. Баба? Да. Именно местная лепешка. Тофу, кузнечики, ребра, рыба, лапша, тофу, улитки, картофель. Здесь есть все, на любой вкус. А тем временем мое ребро все красивее и красивее выглядит. Приправки. Ясное дело с усилителем вкуса. Без этого в Китае. Еще какая-то приправка. Еще какая-то приправка. Выглядят шикарно. Угощайтесь. Много мяса. Действительно много. Забах как в шашлычках. Но побольше мяса. Жестковато. Пахнет вкусно. Я тоже, наверное, неправильно кусаю. Юля сказала, не надо так откусывать. Надо вот так по волокнам разбирать. Ну, как-то так. Да, Саня прав. Из-за приправ очень сильно похоже по вкусу на шашлычки. Жестковато. Суховато. Не рекомендую за 80 юаней это покупать. Хотя вкусно. Какой аппетитный кусок мяса. А может и стоит. Мы мясо хотим, а не клубничку. Недозревшую. Саня предложил, пока я не объелся мясом, попробовать вот этот вот пирожок с капустой. Да, похоже на пирожок с капустой. С кислой капустой. И с лапшой рисовой. Может мы не будем папу есть? Будем, будем. Предыдущие два блюда были вкуснее. Это просто булочка. Не хочу. Денис доедает местную бабу. Не, тереночка. Не, старого-старого быка. Умер своей смертью, наверное. На поле прямо. А может это какой-нибудь як? А может это телега? Судя по жесткости. Полные зубы мяса. Дорого. Не так вкусно, как могло бы быть. Ориентирован на туриста. Больше мы здесь есть не будем. Я туалет нашел. Туалет аж на трех языках, на четырех языках написано. Женский на первом, а мужской на втором. Способствует походу в туалет. Особенно, когда не успеваешь. Ну, это когда забыл, зачем пришел. Ну, да. 28 юаней, 8 штук. И дают попробовать аж по пол пирожка. Ароматно. Как будто ешь какие-то духи. Ух ты, как прикольно. С щипчиками можно брать. Я хочу шоколадный попробовать. Что-то после пирожка, который был очень такой ярко-цветочный. Сначала даже вкуса не почувствовал. А сейчас, да, немножко шоколадом отдает. Ну, да, да. Не сразу почему-то. Жуешь, жуешь, потом начинается вкусно. Угу. Один юаня за штука. О, так это дешево. Может, они не такие вкусные, конечно, как мы пробовали. Четыре раза дешевле. Точно такие же на вкус, а по одному юаню. А не по четыре. Берем. Не, я столько из него. Тоже вместо. Подарочный вариант. Плоуэрс пастри. Пирожки вкусные. Но тесто такое легкое-легкое, какое-то слоеное. И рассыпается во рту, и все падает на землю. На всяком случае у меня, как у свиньи. Медаль чаечная. Да. Еще с какой-то картой. Пять юаней за штуку. Я думаю, недорого. Пять юаней недорого. И вот куда ее пробовать. Сейчас напробуемся. Какая вкусная? Под номером 12 вкусная. Роза. Роза. Ярко выражен цветочный аромат. Вкусненько? Наверное, еще и цветочное послевкусие. А с утра проснешься, будет от тебя пахнуть розами, а не перегаром. А это цветок персика. Такой классный запах. Вообще, свагунка не пахнет. Паюхай. Ммм. Как хорошо сразу стало. О, какой классный, а? Офигенный совсем. Не то, что мы ставим, муравь с муравьями. С муравьями. Сколько стоит? 79 юаней за литр. Мы сюда еще вернемся. Какие опасные лавочки, а? Сфотографируй. Хорошие. Можно же случайно упасть. За лагонки? Вот, напробуемся бесплатно самогонки. Сядем посидеть? Нет, я даже трезвый боюсь тут сидеть. Обалденный вид спереди, посмотрите. Какая мельница. Вон, видишь, написано. ЮНЕСКО, всемирное наследие. Да, да. Вся эта деревня защищена ЮНЕСКО. В Китае я был в нескольких местах, занесенных в фонд наследия ЮНЕСКО. Это запретный город и летний императорский дворец в Пекине. Остров Гуланью в Сиамоне. И в этой поездке посмотрел терракотовую армию. Теперь старый город Лидзянь. Пицца Хат, Старбакс, КФС, Макдональдс. Еле-еле заметные надписи для того, чтобы вот эту стилизацию не портить. Нету рыбы. Думаешь, под мостом спряталась? Мюзик Сквэр. Красивое место. Я вам фотографирую. Так, эту песню надо перекрикивать громко-громко, потому что она защищена авторским правом. Поэтому я буду болтать всякую чушь, когда буду идти. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давай загадаем желание и покрутим. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. Это же Псай, который Гангам Стайл пел. В водолазке с русской надписью. Гангам Стайл пел. Это самое классное место в Китае, которое я видел. Хотя, когда-то мне в Пекине хутуны очень понравились, просто поразили. Да и ничего впечатлил. Не, не самое красивое, но одно из. Анализируя все места, в которых мы побывали в эту поездку, понял, что только вот сюда хочу приехать с семьей. Все остальное немножко не семейный отдых. А здесь прям и детям, и взрослым есть все. А для любителей вот такого вот китайского средневековья просто рай, какая-то сказка. Одну на чайник или одну на кружку? Ну это как ты любишь. Возу на кружку, возу на чайник. Я понимаю, что большинство этих зданий новодел, но все равно очень круто. Прям атмосфера такая средневекового Китая. Как сказала моя мама, именно так она представляла Китай до того, как мы в него переехали жить. Сюда? Да. Только мы отошли от зоны развлечений в жилой район с гостиницами. Здесь сразу так стало тихо, спокойно. Ну по сравнению с той людной частью. Тишина и безмятежность. Такое ощущение, что эти иероглифы дети рисовали. Не удивлюсь, потому что это школа. Даже школа стилизована. Или садик это. Ну, в общем, какое-то детское учебное заведение образовательное. Будьте внимательны, некоторые карты перевернуты кверх ногами. Сверху всегда должен быть север. Здесь север снизу. Не заблудитесь. Это наша гостиница. Снова. Эскурсию по комнате Сани и Юли я уже провел утром. А сейчас для меня снимем комнату и я покажу свои апартаменты. Сразу уход и небольшой водопад с рыбками. Справа ресепшн. Выполняют мои паспортные данные для того, чтобы в полицию отправить. Лестница в номера. И на первом этаже есть еще небольшая общая комната отдыха. И здесь же, похоже, комнаты хозяев. И, возможно, прислуги. А жильцы сверху. Постояльцы. Этот номер будет стоить 150 юаней сутки. Давайте, пока я не раскидал носки, пройдемся вместе. Я поделюсь своими эмоциями от номера. Но первое впечатление очень приятно, очень стильно, симпатично. И, в принципе, для такого туристического места не очень дорого. Это квасить водку. А это пить чай. Маленький чайный такой столик. У Сани с Юлей большой стол. На потолке цветочки. Кровать двуспальная. Есть плечики. Есть мусорка. Есть чайник. Есть пепельница. Можно курить. Это все потушить. Сейчас все включено. И есть розетка для наших круглых вилок. Это стекло в коридор. Видно соседний номер, пока он не занят. А это еще одно стекло. Вон номер Сани с Юлей. Что-то они на улице отдыхают, а не в номере. Большой-большой телевизор. Я так понимаю, цифровое телевидение. Тапочки розовые и голубые. Тумбочки есть. Раз, два. И душевая. У Сани с Юлей ванна. У меня душевая. Но у них номер подороже. У меня щетки есть. Расческа. Шампунь. Гель для душа. И присыпка, наверное. Не знаю, что это. И два набора полотенец. Унитаз. И что мы тут видим? Это куда окно ведет? На соседний дом. Есть фен. Есть зеркало. Есть выключатель. Ничего не включается. Есть еще куча кнопочек. Я даже не знаю, что это такое. Бокал. Я так понимаю, это воду набирать, чтобы зубы чистить. Мыло не вижу. Вижу туалетную бумагу. А тут что у нас? А тут у нас ничего полезного. Горячая вода через бойлер получается. Есть через? О, да. Значит здесь много комаров. Если сразу лежат таблетки. Печка для таблеток. Салфетки есть. Кондиционер. С функцией нагрева воздуха. Постель с подогревом. Лежит электропростыня. Ой, какая постелька манящая. Все батарейки сели. Их надо зарядить. А чем заниматься без камеры? Правильно. Спать. Небольшой перерыв. Этот номер 220. Ничего себе. С видом на улицу. Солнечная сторона. Огромная койка для мужа с женой. Маленькая койка для ребенка. Огромный столик для распития чая. И телевизор, чтобы стереть. Сюда лежать и смотреть телевизор. Я не понимаю людей, которые приезжают на отдых и смотрят телевизор. Это была маленькая комнатка, в которой я жил. Вот еще одна огромная комната. Вообще огромная. Тут сколько койок. А, ну так же. Одна большая. Столик. И одна маленькая детская. Это за стеклом все. Пришел вечер. Батарейки мы подзарядили. И снова направляемся на прогулку. Это такая приличная. Сидит, смотрит тихонько. Да, собак здесь явно много. Здесь смерть не с косой, а с сахаром на палочке. Предлагаю просто погулять, полюбоваться видами и насладиться звуками этого места. Ну а я поберегу голос для восхищения едой. Сразу после прогулки мы пойдем в ресторан, но это вы уже увидите в следующем видеоролике. Приятной прогулки по старинному городу Лидзянь. Надеюсь, вам понравится. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok